Так, ну чё, поехали? Ещё одно творение компании Capcom. Красная Земля. Собственно, вот она. Мы знаем Красную Землю как что-то типа Марса, но это отнюдь не то. Не то же самое. Привет, Евген Русс. Вот чё в этих старых файтингах прекрасно, знаете, такая очень хорошо проработанная музыка. Вот эта музыка радует. Сколько мы файтингов старых не смотрели, везде вот именно музыка хороша была. Ну, графоний, скажу я вам, очень хороший, пока что очень радует. Как прям пафосно, а? Сюжетик. А, нет, не сюжетик. Ага. Четыре персонажа на выбор. Кензи, Май, Линк, Лео и Тесса. Ну, поскольку мы сюда пришли и за Тессы, то давайте смотреть, что у меня есть Тесса. Паспорт. Не понял. Чё паспорт такой? Нет, не надо никого. Выходила на аркадных автоматах. Год 1300. Короче, 13-й век. Маг по имени Тесса. Мы играем за неё. Это, говорит, не природный феномен. Какое-то зло. И оно накрывает всю нашу землю. Опять-таки, я повторяю, я никогда не запускал эту игру. Бабушка, помоги. Дженна или Джанна. Пожалуйста, кто-нибудь помогите. Оп. Короче, какой-то... Чё это такое вообще? Это это... Кракен, кракен. Ноу Мерси. Никакой пощады. Чё у нас есть? Ну, мы дерёмся какими-то кошками, непонятно. А, ДП есть. Так, короче, Тайлу тоже есть. Так, короче, Тайлу тоже есть. Оу. Надо было просто ДП втащить и всё. Какая платформа? Аркадный автомат. Это с аркад. А, то есть второго раунда нету? Ладно. Хорошо. Так, я понял то, что у неё есть ДП. То, что у неё есть... Проджектайл. 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 Да мы даже не с людьми дерёмся. Мы с дерёмся какими-то монстрами. Но мы дерёмся за мага. Она умеет спелять. ДП есть. Этот тип монстров, говорит, не из этих мест. Спасибо, что помогли и спасли мою внучку. Ничего, не за что говорить. Но теперь, извините, мне надо идти. Левел up. Мы повысили уровень. А, смотрите, мы что-то новое изучили. У нас какой-то Пойжин появился. За Лео тут изи играть. Ну, мы ради теста здесь собрались, как бы. Гора. То есть, каждый из противников, это у нас какой-то там, какой-то там такой монстр, да? Бернатый монстр. Ой, какая симпатяшка, вы посмотрите. Даже монстрам... Это это, жар птица. Даже пить такую неохота, хотя когатки у неё ничего. Ничего себе. Ой, можно деньги собирать. Ничего себе она сняла, сколько... Оооо, эр-2-эр прям перебивает. Я ДП на предиктабл сделал. Впера себе. Так, ладно. Да, блин. Неужели он не блокируется, вот этот удар? Он что, он блока был, что ли? Он просто... Не, а теперь я делаю ДП. Она когда вот пикирует вниз, я делаю ДП, но он всё равно хватает мне. То есть, это... То, что я пикирую вниз, то, что я делаю ДП, оно вообще, ну, типа, не работает. Она просто меня перебивает, хватает и всё. Я тоже думал, что моё ДП должно перебить. Но не, а не хрен. Ой, ой, ой. А Кэнсел здесь работает какой-нибудь на что-нибудь? Блин, ни хера себе. Но давайте попробуем у Лео. Ааа, чёрт! О, боже мой. Нет, не надо было. Короче, нет, нет, это ошибка. У Лео там своя история. То есть, видите, у него другой путь. Так. Ладно, давай, убивай меня. Но он как истинный воитель, видите, начинает... Где-то там с Греции истинный. Но у него атаки так получше, я смотрю. Очень даже. Смотрите. Они гораздо быстрее, чем у Тессы. Давай быстрее. Ну, блин, чувак. О, блин, чувак. Что это за режим? Что это? Здесь эти сферы как-то можно использовать, но я не пойму как. Ну, рогатый динозавр-то поинтереснее выглядит. О, как пафосно прям на нас встал. Все понятно. Так. Возвращаемся к Тессу. Ну, тут с первого уровня, да? Да, с первого уровня. Ладно. Таун. Причем Хардов. Против Гидрона. так понятно хороший спейсинг так левел а посмотрите мы где-то вообще это непонятно чё за карта мира так наверное в древности люди именно так представляли себе мир наши волшебницы она посмотрите стреляет это не стреляет на дерется кошками смотрите азерот то что был в аватаре что ли что она дихера вы видели сколько на лазером сняла она просто лазера у меня вот столько хп отняла просто же вот столько а а просто один лазер пихнула и все и у меня уже хп нету филал просто жесть что за бред такой а а да азерот живого этот в аватаре была подор а так это в краса превращается вот почему я пропустил это последний тип и пропускать вот почему я пропускает это эти щиты он как бы огненной птицей становится и когда он бьет меня первыми ударами он бьет с одной стороны а потом перемещается в другую и бьет с другой квитатский красавище о смотрите знание оказывается очень опасно ты рисковал своей жизни но кое-чему научилась очевидно не помогать всяким жар птица незнакомых тесла достигла третьего уровня она изучила следующее заклинание воздушный чакура вайв qcfp ой 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 оптимус прайм подъехал к нам подкатил на самом деле очень красивая цветастая графика сангупт это что-то где-то около египта судя по фениксу по фениксу не по фениксу клара эй клара новикова а ты похорошела судя по сфинксу а сфинкс то маленький в общем в каждой понимаете капкомовской игре есть какая то есть какая то девка которая там хохочет смеется и язвительно ко всем относится вот это она клара кларис а чё ёпатье что это за нахрен ты такой это чё у ват кирасе ой он еще так в воздухе зависает неприятно да это не химера это черти что химера это вообще химера это вообще животное которую который может становиться и мужчины и женщины а это непонятно чё графон графон нормас на самом деле нормас а так он инвульный протектора спалил далеко достает ай затащи меня в ад просто дельчайшие анимации о я могу воздушно еще кидать прочитал а как это интересно а че я выбраться никак не могу что ли у меня метра нету на то чтобы сделать какой-то ингульный фдп я так понимаю что ингула здесь нету ингула у меня никакого нету на дп то есть когда он меня валит я дп делаю на вайкапе но все равно меня перебивать любым мите забавно но обратите внимание что здесь вот у каждого из четырех персонажей судя по всему и разные боссы и у каждого из них свой разный путь это в общем-то делать игру очень даже ригера на реиграбельный а а и и а и а и и а и и а а и и и и и и и а и и и и и Ладно, наплевать. Смесь чего-то или кого-то, ну, может быть. Здесь никаких усиленных, я так понимаю, усиленных спешлов нету. Ой, так мы за рыжую играем. Она рыжая, оказывается. Под шляпой не видно просто. Что там дальше-то интересно. О, это же храм Зевса в Афинах. Одно из чудес света. О, так вот он, динозавр, значит те самые... О, легендарный монстр, говорит. Так, значит это те же самые все, только в разной последовательности, да? О, ни хрена себе, арморчиков поглощает. Ага, насадил на рога свои. Ничего себе, я блокировал и он все равно... Моя. Простите, зачем ему крылья на заднице? Вот кто-нибудь объяснит? Моя. Кошка урона наносит больше, чем магия. Точно. И это правильно. Потому что коты это сила, интернет доказал. Просто посмотрите на этот удар, да? Сколько он сносит, жесть. А это просто тупо напрыжка, ой. Нихера себе. Ау. Блин, я не пойму, он не блокируется что ли? Ау. 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 Кот. Кот, короче, имба, ребят. Кот просто имба. Дело в том, что у него напрыжка с медиум киком, она многоударная. И причем ударов там очень много. О. Пацан с большим дилдаком. Что это такое вообще? Карту. Говорит, я спас тебя. Или что тебе надо? А, Зайса Крипта, короче, тут, говорит, есть какой-то там склеп. Угу. Зиппанк. О, Танума. Ой, чувак, это какие-то, это какие же ты таблетки кушаешь, чтобы такие... Чтобы так похудеть. Но животное у него не похудел. ... Ух, чувак, сел. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А ты уверен, Сливерал? Это игра компании Capcom, а не СНК. Просто имбовая напрыжка, просто тупо имбовая напрыжка, господи, и вот Вет в таком виде файтинг реально выходил на аркадных автоматах, и я думаю, что быстро все поняли, что ну просто тупо прыгай и все. А настолько снимает этот котяра, вообще жесть. Так, мы повышаем левел до пятого. И у нас еще одно какое-то заклинание. Все, тролль повержен. А вот и склеп, о котором нам говорил тот чувак с мячом громадным. Да что творится в этом мире? Согласен. Господи, what the fuck? Это что за... Это что за нахер такое? Короче, механическое существо. В общем, создано по какой-то легендарной книге. Ой, похеял. Нихера себе. Нижний код двухударных был. Что очень удобно. Воу, 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 вы посмотрите сколько он дэмэджа отнял, просто посмотрите сколько он дэмэджа, он один раз зацепился, он просто один раз зацепился и он дэмэджа просто всю линейку забрал. Просто всю, это как? Что за херня? Просто я в шоке. Он один раз всего зацепился и у меня он, ну, все забрал, целую линейку забрал, ты как? А почему он красный христал? Блин, это лоу? Похоже, херня сел. Ой, 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 ой. Ах! Долбануться можно сколько он снимает! Одним любым там попаданием, буквально. Не верю, вступай! О господи! Ход! Ход! Ход сила! Что здесь? На ПК не знаю, как залкали были. Так, это охранник склепа. Бонус гейм. А, таргет, вот он. Ого! Вау! Вау! Только сейчас я понял, что есть... Что есть такие прыжки еще, то есть, не двойные, а быстрые прыжки. Не быстрые, господи, высокие прыжки есть. Ё-моё, я только сейчас это понял. Вау! Так, блин, мы все это время играли, знаете... Так, ты выучил команду КЦФК. Итак, вы пришли! О, вот это видно, что самый главный босс. Смотрите, даже анимация какая-то есть на его руке. Это финальная остановка вашего путешествия. Наслаждайтесь последним дыханием. Ооо, это как потерянная Атлантида. Дарминор. Этот чувак в заставке был, кстати. Что здесь делает этот замок? Эй, ты человек, который... О, так это же Артур. С которым мы, собственно, разговаривали. Кто с тобой это сделал? Будь осторожна. Он невероятно силён. Кто он? О, господи. Нет волды. Внимание. Нет волды. Уважai! Уважai! но он напрыгивает здраво ничего не скажешь меч бурда он будет причем прямо как найт март с ол калибур и ну и смешные анимации удар ровно телька достает достает пускай на да-да бур который пронзает небеса мы помним дуран лаган было блин надо признать очень тяжело подойдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нечестный размен ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну обычно же в аркадных автоматах 25 блин ой ой просто жесть я уже даже у него хпс вообще снять не могу еще на все чип Да, тяжко, тяжко, но на самом деле мы только из-за того, что здесь хп не восстанавливается у него, только поэтому что-то ему там снимаем, ну а так, я бы никогда его не прошел. Что? Смотрите, look at the damage, просто посмотрите на этот дамаж. Сколько он у меня сейчас снял? Блин, все это смерть. Он, он просто пол хп, пол, вот у меня две линейки, две линейки хп, он половину одной линейки снимает, то есть просто жесть, четверть всего, всего хп у меня просто сносит, одним ударом, если в хит попадет. Это капец, это просто капец, сколько сносит может. Давай, котик, царкни его. Оп. Да жаль, не знаю, 500 жетонов спустя. Курс йены всегда примерно одинаковый, 100 йен это примерно 1 доллар, то есть 1 йен 1 цент, ну примерно. Если ты, говорит, достаточно посмеешь войти в замок, чтобы встретиться со своими лицом к лицу, со своими истинными страхами. Ну на двоих эту игру тоже можно играть, я смотрю, там инсерт есть, инсерт коин. Итак, ну че, я так понимаю, последний босс? Ооо, голова с острова Пасхи. Ну и конечно же, это какой-то злой волшебник. С драконами, блин! Я мессия, говорит Сион. Чувак, который возомнил себя с самим Иисусом, мессией и так далее, поклоняйтесь. Ой, смей! Ну скажем прямо, че-то на мессию он не тянет вообще. Да, он нас убил, но смотрите, мы у него почти убили, мы у него почти всю жизнь забрали. Че-то мессия слабый. Он точно не Иисус. Мессия слабенький. Возомнил себя, черт, черти кем. Было бы у меня полное хп, на самом деле, я бы еще там его был. Так, куда ты лезешь-то? Твои драконы, вообще ничто. Этот рыцарь, блин, мне сносило лицо черти сколько раз, а этот вообще ни о чем. И это финальный босс. Че-то вообще не впечатляет. О, так это не финальный босс, блин. Время встретиться со своими страхами. Во, вот это я понимаю, вот это финальный босс. Господи, вот это вот уже больше похоже на финального босса. Ай, выпустите меня. Блин. А я хоть че-нибудь могу сделать. Смотрите, у него несколько рук. Ой-ой-ой, и все, опять магия. Босс, забывай, босс, 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 босс. В хера себе. На чип очень много снимает там, очень много. Ну все, вот это уже больше похоже на финального босса, да. Его тяжело достать. Согласен, согласен. Вот это уже справедливо. А то что-то предыдущее, это вообще ни о чем было. Это как бы, знаете, вторая форма финального босса. У него сзади какой-то мозг угромный, вон он ещё и телефон. Нихера себе, это Сэр Туэли. Маленький пингвинчик такой, блин. Маленький пингвинчик. Маленький пингвинчик. Да чё-то он тоже такой сих. Чё-то он тоже такой сих. Ребят, ну это не серьёзно. И это финальный босс. Я всего-то на нём одну жизнь потерял. Блин, этот рыцарь, этот рыцарь, его приспешник, нам просто съел все мозги. 30 жизней на него потратил. Привет, Нитрс. Но это, похоже, не финальный босс или финальный босс? Амбиции, плохая аура накрыла человечество. Так, мы вернули мир. Ты вернул мир, типа, людям, но запомни, что их жадность и отчаяние, типа, уничтожит. Сион умер. Мы герои. Сион пытался уничтожить человеческую расу. Да, люди делают ошибки, но они, им, типа, склонны, они склонны ещё и учиться. Поэтому Тесса говорит, людям надо доверять, у них есть хороший потенциал. Ну, что-то такое. На самом деле, конечно, это никакой не файтинг, строго говоря. Но, по сути говоря, это такая игра для выжимания, знаете, монеточек. Но, если честно, последний босс вообще, ну, то есть, меня лично очень разочаровал, потому что какого-то челленджа прям нет. Вот, вот рыцарь, вот рыцарь, мать его, должен быть последним боссом. Вы это видели? Я чуть не спятил, когда его убивал. Он просто, любое попадание, он просто пол жизни сносит, пол лица. Я не понимаю. А последний босс превращает тебя в пингвина, и всё, и, типа, ты обратно превращаешься. Да, у него есть драконы, он телепортироваться может. Но, по сути говоря, мы одну жизнь потеряли на первой фазе финального босса, и одну жизнь потеряли на второй фазе финального босса, и вообще непонятно. Я на рыцаря 30 жизней слил, или, типа, того. А здесь чё? Но, знаете, игра хороша тем, что, ну, просто, как бы, включить и пройти. То есть, она не настолько прям напряженная, и довольно-таки весёлая в целом. Особо можно даже не напрягаться. И то, что здесь всего 4 персонажа, ну, типа, способствует, как ни странно, её перепрохождению. Она красивая, хорошая музыка, и Capcom, в принципе, не пытались, что самое главное, Capcom не пытались сделать из этой игры что-то великое прям. Они сделали просто игру такую, чтобы люди насладились. И она для этого вполне-вполне годится. Хорошая вещь, хорошая вещь. Цветастая, красивая, всё чётко. И теперь мы знаем, откуда, откуда, собственно, взялась эта тесса героиня. Не, ну, конечно, так ржащен, что она кошками своими дерётся. Это, знаете, старая дева, которая, типа, которая осталась с кошками. Дерётся кошками, птичками всякими и так далее. То есть, но очевидно, что её удар, вот этот вот кик, джамп кик и лоу кик, лоу-мид кик, они прямо очень сильные, потому что они способны с ним... Они многоударные, потому что это не один удар, а несколько ударов. В остальном, в остальном, конечно, здесь нету такого прям... Да, есть ДП, но оно не имеет инвула, поэтому перебиваются очень даже. Есть Хадукины и так далее. А так, неплохая душа, неплохая. Продюсер Сеги. Capcom All Stuff. Гейм ОВА. Продюсер Сеги.